Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на канал Фима ТВ! Все мы знаем, что возможности полимерной глины Фима Лидер Эффект прекрасно позволяют имитировать кожу. Но мало кто догадывается, что с помощью этой глины не менее успешно получается имитировать ткань. И сегодня я покажу, как из этой замечательной глины создать браслет с имитацией джинсовой ткани и тисненой кожи. Для работы мне понадобится Полимерная глина Фима с эффектом кожи Текстурный лист с орнаментом Фима гель черного цвета Маркер для ткани Скалочка Кисточка Бумажные шаблоны деталей браслета Нитки И металлическая фурнитура Приступаю к работе Беру полимерную глину Фиму с эффектом кожи номер 309 цвет индиго Раскатываю из нее пласт толщиной полмиллиметра Теперь мне понадобится самодельный текстурный лист с фактурой джинсовой ткани Сделала я его следующим образом Взяла бросовую глину Раскатала ее в пласт Сверху положила кусочек джинсовой ткани и прикатала роликом Чтобы на глине появился отпечаток Затем обрезала неаккуратные края и запекла С помощью этого текстурного листа придаю пласту глины фактуру Вот что у меня получилось Обрезаю края, перекладываю пласт на стекло и отправляю запекаться А я тем временем займусь изготовлением основы браслета Из глины того же цвета раскатываю пласт толщиной полмиллиметра На пласт глины кладу шаблон Его размеры 16 на 3,5 сантиметра А ширина крайних частей 2 сантиметра Вырезаю прямоугольную деталь, оставляя припуски с каждой стороны примерно по полсантиметра Отправляю деталь запекаться А я беру полимерную глину FIMO с эффектом кожи номер 749 цвет ржавчина Раскатываю из нее пласт толщиной полмиллиметра Из этого пласта я буду делать центральный элемент браслета, имитирующий тисненую кожу С помощью текстурного листа придаю пласту глины фактуру Пласт с орнаментом отправляю запекаться Когда все необходимые мне пласты глины запеклись и остыли, приступаю к следующему этапу работы Тонировки Для тонировки пласта глины с фактурой джинсовой ткани я буду использовать маркер для ткани белого цвета Применительно глине FIMO с эффектом кожи Такой способ тонировки мне нравится больше, нежели тонировка с помощью акриловой краски Веду маркер вдоль полосочек фактуры Краска растекается и заполняет все углубления При этом выпуклые участки остаются незакрашенными Это как раз то, что мне нужно Тонированный пласт отправляю запекаться, чтобы закрепить краску А я приступаю к тонировке пласта с орнаментом Чтобы выделить рисунок, буду использовать FIMO гель черного цвета Кисточкой набираю гель И заполняю им углубления фактуры Влажной салфеткой убираю FIMO гель, который попал на выпуклые участки Центральный элемент орнамента я заполнила гелем полностью И у меня получился четкий рисунок А вот элементы, которые находятся вокруг него, тонирую следующим образом Набираю на кисточку небольшое количество геля И похлопывающими движениями наношу его на глину Таким образом тонировка получается немного неравномерная И местами проглядывает глина Как раз так, как я это планировала Вот что у меня получилось Отправляю пласт с орнаментом запекаться Теперь беру пласт, предназначенный для основы браслета Кладу на него шаблон и обвожу его маркером Обязательно отмечаю середину Тем временем запекся и остыл пласт с орнаментом Кладу на него шаблон, размеры которого 6х3,5 см Слежу за тем, чтобы центральный элемент орнамента оказался ровно посередине Обвожу шаблон По намеченным линиям вырезаю деталь Центральный элемент браслета Браслета готов Осталось вырезать боковые детали браслета Для этого мне понадобится вот такой шаблон Его размеры 6х3,5 см Ширина узкого края 2 см Кладу шаблон на пласт глины с фактурой джинсовой ткани Обвожу его Затем поворачиваю шаблон другой стороной И снова обвожу Вырезаю детали Широкий край детали И нарезаю вот таким образом И у меня получается бахрома Все детали браслета готовы Осталось их сшить Чтобы это было проще сделать И детали не ездили в процессе пришивания Предварительно я их приклеиваю к детали основе Вначале приклеиваю центральный элемент Делаю это таким образом, чтобы орнамент оказался строго по центру Ориентируюсь на отметке в средней части детали основы Затем приклеиваю боковые детали Осталось прошить браслет Я прошью его по краю А также проложу строчку, отступив от бахромы примерно полтора миллиметра Посмотрите, что у меня получилось Теперь вырезаю браслет Музыка 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 И креплю фурнитуру. И креплю фурнитуру. Браслет готов. Посмотрите, как он гнется. Будто сшит из настоящей кожи и ткани. Конечно же, имитацию джинсовой ткани и кожи можно создать и из обычной пластики. Но такой эффект вы получите только из глины с эффектом кожи. Очень надеюсь, что мой мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фима ТВ. А все материалы для лепки вы сможете приобрести в магазине bestclay.ru. Творческих вам успехов и до новых встреч!